да всем привет ну видимо видимо еще конечно спаси голд не начался вот мы видим только пока как наши любимые помощники минируют карту я решил к вам включиться потому что но вы очень требовали стрима и наверное очень весело вам было слушать музыку хотя я сомневаюсь опять же в этом карта в любом случае ссылка точнее если быть точным по которой вы сможете зайти на спаси голд она появится в группе вконтакте я так понимаю она либо появилась либо была слита но в общем то у нас спаси голд начался хотя конечно немного странненький выйдет потому что минок не так много у нас лежит на карте а ну это тдм тдм все правильно но я так думаю что в любом случае наши помощники постараются карта у нас называется эдинбург лежит вот один голда припаса в центре самом центре этой карты я так думаю что если что и наши помощники обязательно скинут и еще парочка голда припасов это не проблема можно пройтись по составу который будет защищать этот голд в этом вот средневековом замке это пломбирка волкодав 28 котя смайл биг танкс антон беловодский лунная девочка киса киса и константин именно такие помощники будут сегодня защищать голда припас но пытаться пытаться забрать его будут давид тигра бест дэн много цифрик восхитительные ай шоколейт ай дэн плэй веселый рубль димон коди и папа сорок девять девяносто девять так давайте сразу посмотрим какой какие модули предпочитают наши любимые игроки в основном это паук качаный конечно же вот я вижу только единственный тигр а ну это тигр биг танкс а даже тут это не я не прав слегка кстати вот интересно почему наши помощники не используют точнее не поможники игроки не используют артиллерию потому что вот к примеру артиллерии было бы достаточно легко выкуривать вот этих вот антона беловодского лунную девочку кису кису и вот котю смайла я также я также буду читать чатик youtube а я буду читать чатик youtube и поэтому вы можете задавать мне какие-нибудь интересные вопросы на которые я с удовольствием отвечу я конечно не разработчик тонкости какие-то мне неизвестны но могу поделиться своим мнением в принципе пока вопросов я особых не вижу конкурс сюда будет обязательно вас смотрит а 600 человек это немного удивительно для меня что спаси голд пользуется такой популярностью и поэтому конечно обязательно будет розыгрыш на голды я думаю штука шесть или семь возможно мы для вас разыграем до конкурсы будут как я уже сказал зачем вы так много вопросов мне про конкурсы задаете пока я не понятно почему ссылки не было в вк не знаю не знаю почему не было ссылки в вк простите мне вот к сожалению я не знаю подробностей пока только один голд на карте но возможно когда доберутся наши игроки до него то может будет еще а где вайдер так мне бы узнать кто такой вайдер я просто к сожалению не знаю кто он какой дерево 321 я уверен что дальнейшее расширение клана будет я так думаю что будет выводить что-то новое там клановую валюту допустим как world of tanks просто это будет делаться не сразу а спустя какое-то время я думаю что через годик а может пораньше может после лета или концу лета почему я снимаю не защищая потому что ну мне не очень нравится конкурсы спаси голд это во первых а во вторых у меня нет аптек поэтому я не могу в этом поучаствовать мне кстати до сих пор интересно кто такой вайдер давайте вот лучше вайдер это ютюбер т.о. и у него столько подписчиков вот она как ну я из-за ютюберов могу сказать что колям был очень крутой да я его и смотрю по крайне мере одну его рубрику это вот там какие-то интересные личности а у нас я так понимаю мог быть взят золотой ящик но очень вовремя мамонта молод сумел преградить путь голду и повезло повезло очень сильно что не был взят хотя минок осталось их почти не осталось если честно поэтому надо коте смайл лучше защищать вот этот проезд иначе голд конечно будет взят да колям бы реально крутой мне вот его рубрика про удивительные какие-то танки в т.о. она очень нравится этот прикольно я не спорю что вайдер возможно круче вайдер возможно круче колямба может колямба круче вайдера мне кажется что и колямба и вайдер круты хотя мне новая промо у колямбы не сильно понравилось но какое-то такое но как говорится если ютюбера нравится то этой на его совести название легенда 18 или 17 я точно не помню я уже давно не заходил в танки не про битву можно создать вы просто нажимаете на кнопку в бой и обязательно создается это не это не режим дм это да вот колямба тв рубрика выдающиеся игроки очень круто но это не режим дм это режим тдм поэтому они паркур просто ну потому потому что нет еще не надо написать то успокойся ну-ка лямбок потому что круто же комикс мне не сильно нравится и я попытался посмотреть один у него стрим до евгений я собирался провести ночь в т.о. но в итоге посмотрел посмотрел гранд-тур если ты смотрел топ гир то понимаешь что такое гранд-тур и лег спать прости я что-то как-то не осилил поиграть все в танки значит это какой-то вопрос был а про же комикс вот я попробовал посмотреть один стрим почти взял вас пик вот это было нечто конечно попробовал я посмотреть стрим же комикса но он мне не сильно понравился как по мне слишком много нецензурной лексики и из-за этого ну не по мне такое розыгрыши будут конечно же для всех званий просто если у тебя название ниже ворота офицера первого то к сожалению тебе не сможет прийти голда при пас соответственно ты просто получишь 1000 кристаллов я сам обязательно поиграю когда у меня будет время я не только комментатор я еще организатор турнира и сейчас слишком много всего нет мой ник red paper если кому интересно я вот александр тебе отвечу очень хороший вопрос я считаю этого не хватает и думаю новых карт каких-то интересных штук я считаю что выводить новые пушки и корпуса но это не совсем то что надо вот если бы они вывели какие-то новые карты это было бы интересно согласитесь я бы обязательно посмотрел ну по крайней мере поиграл много есть хороших карт которые можно было бы придумать поэтому как то так ну мне благо только 21 год поэтому до жены мне далеко да и девушка сейчас мне не особо нужна поэтому отдаюсь полностью учебе работе и комментированию моих любимых танков нет нет я тоху не смотрю тох я не смотрю даже не знаю кто он такой второго комментатора нет потому что они параллельно со мной комментируют соло турнир там играет dragonite 2 против ггвп я женат а так это моя невеста и не жена и тем более как я понимаю катя не согласна но я ее могу конечно украсть но так уж и быть не буду кстати у меня нет мультов андрей герус ни одного совершенно ни одного мульта и я хочу все создать поиграть там но как-то все я не мне не хватает времени я бы так сказал у нас вот уже на канале 14000 подписчиков я считаю что это очень хороший результат мы совсем недавно перешли на youtube буквально два или три месяца назад поэтому 14000 это неплохо но я так думаю что разыграем ну примерно 6 голдов и возможно кристаллики еще тоже разыграем но у вас очень много сегодня 600 человек смотрела трансляцию этом был максимум поэтому поэтому обязательно очень много всего разыграем я не смотрю нет берека я помню я помню восхитительное было только одно видео от берека и же комикса которое я видел это только по скринам но она была четкая я помню помню его давно это было ну да было забавно ничего не скажешь но опять же я не просто не переношу бы слишком большого большое количество ницензионной лексики поэтому такого я не смотрю вот колям был хороший он принципе а гол взяли между прочим гол взяли но я думаю что это не конец я думаю что еще будет вот сброшен золотой ящик и он кстати будет сброшен прямо на центре снова будет gold лежать по центру карты и принципе мы можем продолжать комментировать для вас спаси голд пока ненадолго ушел с чатика поэтому можете не задавать мне вопросы все таки надо покомментировать и сам спаси голд что тут происходит вот собственно летит голдик пломбирка просто уничтожает игроков со своей артиллерии неплохо неплохо котя смел так аккуратненько на свою мамонтом молоте объехал этот голд и и я так понимаю у нас продолжается это интереснейшее событие в виде спаси голда ой как быстро чат там ну игроков рандомность чата мы не выбрали потому что потому что это конкурс организовывает группа официально танков аниме поэтому простите нас и еще один год взяли что же прям все годы взяли но еще один год будет сброшен прямо на том же самом месте неплохо а я так понимаю это единственная точка выпадения голда на этой карте именно из-за этого он постоянно падает на центре я понял этот прикол я сначала и особо не понял почему так надо будет запомнить что на единбурге голд выпадает только по центру я думаю что это интересная инфа будет по крайней мере для меня хотя единбург на основных серверах я вижу не так часто на есть почти не вижу их возможно только на маленьких каких-то званиях на больших таких как он не создают там какие-то жаборонки в основном полигоны и проще вот это непонятные карты но у нас в любом случае теперь продолжается спасти голд потому что голдик лежит до сих пор по центру и нашим игрокам снова придется ехать за ним уже в третий раз поэтому наблюдаем смотрим лунная девочка при помощи своих тиммейтов пытается его дефить константин и пломбирка поехали на другую часть карты пытаются заминировать подъемчик который находится справа от голда припаса биг танкса и все остальные вообще основные силы конечно наших помощников сконцентрированы именно на левом фланге то и понятно все таки там в основном респы красных это же режим тдм но вот иногда дэн как а сейчас будет взять и этот голда припаса и снова он будет сброшен демон коди берет золотой ящик и снова будет голд выпадать по центру ну что ж я так понимаю это какой-то новый режим видимо как только забирают один сразу выпадает новый в принципе интересно конечно ну или просто наши помощники нужного количества игр в принципе наши игроки продолжат пытаться забрать и этот голд пока у них правда это не сильно удается ну вот папа 4999 пытается прорваться справа но в одиночку у него это конечно же не удастся ай шоколейт видимо ее зовут кристина вот видите дорогие дамы помогаете вы мужчинам забрать голд а потом мужчины вам отвечают что у них не хватает нары чтобы помочь вам вот так вот используют вас используют кошмар особенно на таких конкурсах так что как-то так ну а в принципе у нас по-прежнему пытаются большая кучка наших помощников задействовать голд я наверное пойду снова на youtube мне что-то не нравится комментировать этот спаси голд конкретно а вот отвечать на ваши вопросики прикольно следующий спаси голд по крайней мере который мы будем транслировать он будет проходить через неделю ровно поэтому скорее всего не скоро битва закрыта чтобы не все могли туда войти это же и так понятно это же конкурс мой любимый корпус да даже не знаю я так давно не играл в танки что не знаю что мое любимое что нелюбимое простите хотя мне нравится в основном шафт или твинс какой-нибудь они же у меня тем более прокачаны поэтому мне интересно на них играть ну и викинг конечно потому что он тоже у меня прокачан в принципе у меня ничего другого и не прокачан особо так что как то так ну вы получите голды если вы играете у нас в конкурсе мы же разыграем для вас так что что ж в этом такого страшного не только по центру но вот тут почему то уже раза три четыре он именно по центру выпадал не знаю почему это так видимо что то запрограммировано и я просто не понимаю сколько а вот 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 видите мне мой оператор подсказывает что только так сейчас а раньше падал по другому я начал играть в 2011 году в танке давно это было ну как мы будем разыгрывать для вас очень просто мы скажем вам кодовое слово и вы должны будете его написать мы вам дадим 4 минутки дадим чтобы вы успели написать кодовое слово и потом рандомно выберем победителей из тех кто написал а нару и краску внести в розыгрыш а было бы все так просто и они бы уже были в розыгрыше поверь мне хотя конечно просто нару и краску проблематичнее начислять чем к примеру голдоприпасы да и какую ты краску хочешь в розыгрыш прости конечно дружище у нас конечно есть планы возможно на будущее но пока этого точно не случится у нас до сих пор игроки пытаются забрать голд но вот Кристина пока этого сделать не может да и ее парни тоже в принципе не боеспособны особо будет ли пасха в танках нет я так понимаю пасхи в танках не будет ну зрителю убывают что поделать я же не могу их привязать к стулу и сказать смотрите это было бы странно кодовое слово вам придется писать в чатике поэтому я думаю что это будет точно интересно на 9 мая все таки такой праздник великий но мы не можем пока разыграть не можем пока разыграть а вот дэн берет голд и снова еще один голд будет падать по центру интересно интересно пока пока у нас будет продолжаться конкурс спаси голд не знаю мне интересно это комментировать или нет я думаю что мне абсолютно наверное нейтрально все таки в основном вообще я удивляюсь что этот конкурс нравится кому-то вот особенно игрокам тут мы еще что-то разыгрываем я это понять могу но к примеру вот группа в контактах там разыгрывать голды и этот снова айденплей берет снова голд это уже по моему не первый который он взял но опять же вот от групп в контакте не знаю чем они могут быть интересны там спаси голды проходит по три часа бывает конечно я думаю что это исключение из правил но в любом случае мне кажется что это немного надоедает где-то Ну, да, что поделать. Ну, вообще, вот, скажите мне просто, чем интересен конкурс «Спаси Голд»? У вас всё-таки это смотрит аж 420 человек, и мне просто любопытно, чем он вам интересен. Вот, не конкретно смотреть, а конкретно, вот, допустим, играть. Да, Никита Дельнов, в чате Ютьюба вам надо написать кодовое слово, которое я вам скажу после того, как этот конкурс закончится. Вот, мистеру Аниману, к примеру, не нравится конкурс «Спаси Голд». Почти у нас был взят Голд Упипасного Харька, вовремя успели убить. Нет, этот Голд явно не будет падать бесконечно. Просто, ну, вот, как по мне, это немного странное зрелище, конечно, этот конкурс «Спаси Голд», поэтому немного мне удивительно, что вы его смотрите или играете. Ну, да, конечно, слушать, возможно, интересно. Ну, вот, для начинающих Диана Шуригина, я бы порекомендовал, не знаю даже, возможно, какой-нибудь «Твинсон», пожалуй, самый простой в использовании. Всё остальное посложнее, я так думаю. Мне, ну, мне, в принципе, понравился танковый биатлон, он неплохо выглядел. Но, в принципе, я особо не слежу за рубриками и конкурсами, поэтому не могу сказать. Слово Кодова надо будет писать сюда. Ну, Сергей Вывов, конечно, неинтересно слушать, потому что и комментировать особо нечего. Я бы так сказал, ну, там берут постоянно голды, они постоянно падают, но, как бы, тут тяжело что-то комментировать интересное просто. Вот, наши помощники стоят, к ним заезжают игроки, а они их убивают. И так это всё по кругу происходит. То есть, если бы я сейчас, допустим, захотел вам комментировать конкретно то, что происходит на карте, вы бы от меня только и слушали. Вот, заезжает игрок, допустим, Тигран Бест, его убивают. Хотя, они так быстро его убивают, потому что он на Титане. Но, всё-таки, Волкодав его, среди света, добивает. И это происходит, понимаете, постоянно. То есть, это всё происходит по кругу. Это мне бы уже надоело, через минут так 10, наверное. Потому что однообразно говорить одни и те же вещи, это не круто. Допустим, вот, снова заезжает. Восхитительный пробует пробиться к центру карты, дабы захватить этот голд. Убивают они помощника, и Дэн, возможно, возьмёт. Да, Дэн берёт уже третий, наверное, голд. Папа, к сожалению, на своём Титана Моте немного не успел. И у нас будет ещё один голд выпадать. Айденплей, который взял на моей памяти два голда, пишет, вы бесите, пропускай. Да. Так, конечно, для того, кто взял уже два голда, это писать очень логично. Но, как сказать, киберспорт недостаточно развит. Тут в любой игре, в любой игре, вот это, кому я отвечаю, Вадиму Мишакову. Вот, в любой игре организация, которая владеет танками, она стремится развивать киберспорт. Допустим, взять те же все популярные игры, не буду называть, как они называют, ну, их название, вы и так их знаете. Там сама организация участвует в этом. Она пытается там вот что-то делать, допустим. Тут же был Старладдер, когда действительно там кто-то пытался развивать это. У нас ещё один голд, я так понимаю, заберут. Всё, у нас закончен конкурс, вот это поворот. Ладно, я сейчас договорил он тебе тогда. Вот, у нас был Старладдер, когда... Ну, там не было развития киберспорта, в общем, проблема. Там был один формат на четыре сезона, и всё. Я не считаю это развитием. Вот, у других игрок, да, тут, видите, самой организации, которая владеет танками, это не сильно нужно сейчас, поэтому у нас и нет киберспорта нормального. Ну, и мы будем разыгрывать то, что вы ждали. Осталось, правда... О, Лилия Сотникова. Лилия Сотникова, неужели ты моя сестра? Или, может, ты моя жена? Пока непонятно. Нет, всё, это закончился конкурс 100%. Ну, и надо кодовое слово узнать. Кодовое слово у нас в воскресательный знак ГОЛД. Можете начинать его спамить в чат. И уже через три минутки буквально мы к вам вернёмся и разыграем призы. Я думаю, что разыграем много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.